Здравствуй, страна! 29 апреля, понедельник, уже много чего было, я уже ездил в город, привез там профиль, привез еще там кое-что. Мы все, вот эту вот систему разобрали, все вырвали здесь, вот это старое шиферное, то, что здесь было. Здесь у нас будет немного все по-другому, это все будет убираться и здесь будет бетонироваться площадка под еврокоп, который будет стоять, мы специально даже подстригли, маленько срезали вот здесь вот ветки ореха, чтобы он тут не мешал, потому что он будет находиться в тени ореха, поднятый. Вот я, с Леной уже переклеили все это водоснабжение, то есть провели уже вот так вот, чтобы, минуя все это колодец, и поэтому мы сейчас больше занимаемся вот этой вот работой паяльной и приводим, как говорится, план в действие. С окном все в порядке. Окно стоит, вот удивлялся, удивлялся некоторый человек, не помню кто, по поводу того, что так открывается вот окно. Да, так открывается, оно может открыться полностью. Ну, полка эта, она повешена, она, мы не вряд ли будем вот прямо открывать полностью, но если даже мы откроем, то она ляжет на полку, это окно. То есть ничего страшного, у нас эта полка, как бы, знаете, в весеннее время, когда холодно, сюда ставятся мелкие кустики рассады, чтобы солнце на них падало. Вот, получилось очень шикарное окно, великолепное, герметичное, на зиму будет держать. И самое главное, здесь стало проветриваемое помещение, вот, тут у меня, потому что есть вот такой холодильник, тут я вот держу морс, концентрированный, брусничный, настоящий. Ну, и так иногда бывают пивные баночки стоят. Вот, а второй там у меня копа, 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 итальянское мясо. Ладно, в общем, пока наводим порядок, как говорится. Так как окно выглядит с этой стороны этикетки, я все поснимал, я уже знаю, чем я буду здесь делать, отделывать, чтобы закрыть пену. Пену мы подрежем, конечно же, вот, то есть здесь будет все культурненько. Сегодня ветрено, как, в общем-то, и все остальные дни, обещаю тоже быть ветреным. Прям капитально ветрено, но ветер теплый. Я уже хожу, загораю, я первый раз вижу такой год, как вот апрель, можно легко под солнцем загорать, друзья мои. Хоть и ветер сильный, но такой свежий. Здравствуй, страна, 30 апреля. И это довольно холодный день. Вот, допустим, вчера было тепло, да, еще можно как-то так назвать день теплым, не жарким. То сегодня просто кардинально все изменилось. И на последующие 15 дней мая температура даже ночью доходит до 7 градусов тепла и ниже чуть. То есть весь май температура не выше 21 градуса днем. Ну, обычно 16-18, то есть какой-то холод аномальный пошел. Даже сейчас я в куртке опять я хотел ее спрятать уже. Все, думаю, пора. Шорты, все. Нифига, холодно, ветер холодный, аж уж и стынут. Представляете? Только вчера было тепло. Вот тебе и теплый апрель. И начало мая. Ну, а я сварочные работы пока только измеряю, но буду делать сварочные работы. Вот тут у меня уже трубы подготовлены, рулеточка. Буду мерить, потому что у нас будет стоять... Мы вчера вот тут провели, вот так мимо хорошо сейчас. Здесь у нас все убрано. Будет стоять куб здесь, в этом месте. Поэтому мне надо понять, как он будет находиться относительно дерева, чтобы он находился в этом пространстве. Вот. У него стороны не одинаковые. У него как бы одна сторона у куба длиннее, а у другой, короче, одна метр, другая метр двадцать. То есть он не совсем куб, он прямоугольник. Поэтому надо делать такую же платформу. Только вчера было все нормально, сейчас я пью. Ну, прям холодный ветер. Я вообще попросил Лену шапку принести. Зимнюю шапку. Представляете, какой холод. Этот въеживый угол очень трудно выставить на вот этой макаке. Очень трудно. Мне никаких рисок нет, все ржавое железо. Если кто-то когда-то будет делать каркас для вот этого евро-куба, имейте в виду, что если вы рулеткой измерите, вам это ничего не даст. Все нужно делать на живую. Оказывается, вот эти стороны не соответствуют той стороне. То есть сами алюмишки эти собраны от балды. Здесь либо брать широкий уголок сразу, такой серьезный. Но у меня такого нет. Стоимость его тоже большая. Я не стал на него тратиться. Либо измерять вот трубами, прям с карандашом ходить вокруг и измерять. Потому что вот эти все загнутые дуги, это не чистый прямоугольник, он косой. Одна сторона длиннее, другая короче. Короче, здесь нужно, вот я даже струбцинами стянул наискосок. Я так и буду варить, проваривать. Потому что по-другому не получится. А потом у меня будут вставляться вот здесь, будут привариваться уголки уже. Но это наживую будет делаться, чтобы сам каркас вот этого евроблока попал на эти уголки. То есть уголки будут страховочными. Они будут подвариваться от сих пор до сих пор. Вот так вот подвариваться и здесь уголок. И тогда, когда мы поставим бак, он просто упадет прямо в карман. Он уже никуда не звенится. Ну естественно, что вот это все я буду укреплять еще поперечинами. И еще укосинами такие будут стоять укосины. Но факт остается фактом, что квадрат еврокуба косой по всем сторонам. Только начал соответственный момент сварки. Закончилась проволока. Вот на килограммовой катушке. Но у меня давно-давно была куплена та же серия проволоки с люсом сварочной, порошковой. Именно этой же модели. Вот эта вот проволочка сварочная. Хорошая. Пятикилограммовка. Теперь ее хватит надолго. Сейчас буду устанавливать. Итак, дофига потрачено времени на этот вот металлический со скобами. Просто даже рамку, завтра нам будет доваривать, укосин, то это самый сложный элемент. Он должен быть прочный, паутинистый, чтобы хорошо держал бак. В общем, дофига времени на нее ушло. Практически все эти измерения, сварка и все только прочее. Но, что ж, я не рассчитывал собрать за весь день в какую-то стойку. Там даже мечты не было. Я знаю, что это дорогостоящее. Где-то смотрел на одном из YouTube роликов, что вот такая платформа просто под Еврокуб, собранная из труб, 19 тысяч продавалась на тот момент, когда снимался ролик. Я не знаю, когда он снимался, год назад. То есть, вот представьте себе, если заказывать эту вещь, чтобы в тебе сварить подобную вещь. Ну, конечно, она не дешево обходится, но в любом случае это, да, вещь такая по финансам напрягает. Еще знаете, что сегодня напрягает? Отвратительный шквалистый ветер. Он практически до обеда и даже до после обеда был очень холодным. Сейчас он прохладный, но я еще просто разгорячен, то что работал. Поэтому ветер сегодня паскудный, холодный, аж шапку надели. Еще и такой рывками рвет прям буквально. Не дает нормально работать сварку, сносит газ. Ну, что еще хочу сказать? Что? Так, ну вот это все сделано, да? Подготовлено, то есть уже, как говорится, начато все это дело. Но это продолжительная будет работа. Хорошо, если погода еще подходила, то есть не было бы дождя. А, самое большое время уходит, знаете, на что? Одно из больших, то есть большой участок времени уходит на уборку за собой. То есть инструмент на место, сварочный аппарат, павильон и все такое проще. Я радуюсь за тех, у кого есть условия для сварки, когда не надо ничего выкатывать. Ты просто приходишь в цех такой, да? В такую комарку. И там у тебя сварочный стол, ты все ваяешь, у тебя позволяет габарит. Здесь получается все на улице, и это все на улице оставлять нельзя. И ты начинаешь убирать весь инструмент, все выносить на место, все по полочкам раскладывать. И это занимает массу времени, массу. Сейчас вот пилу понесу на место, потому что оставлять на улице ее нельзя. Да. Ну ладно. Здравствуй, страна. Сегодня опять ветреный день. Это персики. Сильный ветер. Ну, по крайней мере, он не такой холодный, как был вчера. Вчера был прям студеный, шапки одевали зимние. Ну, где-то с утра было градусов 10 тепла сегодня. Вот, ну, Лена занимается огородом. А я тут трубы подтягивал там в шланги. Срывало их, потому что я повысил давление в сети, вот именно огородной. Была одна атмосфера, сейчас стало 1,3. И некоторые шланги я не сильно затягивал. Вот, вырывало их из-под хомутов. Поэтому сейчас все приведено в норму. Так, ну, у меня сегодня бы хорошо бы сварочные работы продолжать. И это главное, что нужно делать сейчас. Уже, как говорится, основной я сделал поддон. Теперь его надо укрепить. Поэтому, возможно, я, скорее всего, буду заниматься сегодня сварочными работами. Стол освобожу сейчас. Положу туда вот эту еврокубовую подставку. И начну заниматься этими работами в этом столе сварочном. Вот такие пироги. Ну, измерять в дальнейшем. Ну, в общем, занят еврокубом. Еврокубом. Так, опытным путем я вычислил, что мне нужно расстояние 2 метра 5 сантиметров с учетом углубления стержня одного почвы. То есть у меня будет конструкция. Я пересмотрел много конструкций по тому, как крепят еврокуб на высоте. И понял, что каждый делает из того, чего у него есть на огороде валяется. Некоторые применяют такие крутые уголки, что у меня просто таких в помине никогда не будет. А покупать их очень дорого. То есть просто будут делать паутинную сеть из сороковой трубы. Вот. И она будет держать этот еврокуб без всяких проблем. Ну, дело идет потихоньку. Ветер мешает. Столбики стоят уже. Три штуки. Четвертый остался. В общем-то, потихоньку варим. Варим. Очень сильно помогают вот эти вот угольники, чтобы столб прикрепить. Потому что один я. Но времени уходит много. Так как, потому что я еще добавка всему режу, пока измеряю. Потом к сварочному подхожу. Поэтому все это тянется. Да. Потом будет капитальная прокраска всего этой конструкции. Но это уже совсем не скоро. Это надо только тогда, когда уже будет все сварено изделие. Ну, все, друзья. На этом я закончил. Пока. Такой квадратик. Завтра уже четыре штуки поперечины. Они будут... Вот эти вот ноги его будут в шурфах. Четыре шурфа бетоном залиты. И в бетон опускаться будут по такие четыре прямые трубы. То есть он трубами ляжет на дно. Так скажем. Там гравий будет подсыпан. И потом все будет заливаться бетоном. Ну, в любом случае, это будет стоять проще. Но это еще не все. Потому что здесь будут укосины. Здесь будут укосины. Здесь еще нижние. Ну, и тут тоже, скорее всего, будет. Может быть, поперечины будут даже. Посмотрим. Ветер задолбал. Выдул все мозги. Ветер очень сильный. Порой порывы такие прям сильные. Сдувает капитально. Здесь все падает. Вот. Ну, ладно, друзья мои. Все. А сегодня пока все. Работа закончена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова